Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка достижение целей. Реакции сознательны. Люди или животные являются их авторами. Подкрепляющий стимул – это важная составляющая теории Скиннера. Что такое подкрепление? Подкрепление – это процесс использования стимулов для подкрепления конкретного поведения. Понятно, что речь идет о человеке, его стимулируют, и в результате этого стимула проявляется его поведение. Как бы проявляется его поведение. Подкрепление бывает первичным – стимул, не зависящий от обучения и связан с потребностями или влечениями. Это пища, вода, тепло, безопасность и секс. И вторичным – по сути нейтрален вторичный – престиж, деньги и успех. А также позитивное и негативное подкрепление, позитивное и негативное наказание. И здесь представлена в книге такая раскладочка. Позитивное подкрепление, например, что это значит? Ну, ты можешь сказать ученику – ты заслужил похвалу. Или позитивное наказание – ты заслужил порицание. Негативное наказание – никакого телевизора ты сегодня вечером смотреть не будешь. И негативное подкрепление – никакого домашнего задания не будет. Вот как бы объяснение этого. Основная проблема позитивного и негативного наказания – это то, что они не учат желательному поведению, а только подавляют нежелательное. Режимы подкрепления рассмотрим. Непрерывное и прерывистое. При непрерывном подкреплении подкрепляющий стимул используется при каждом случае поведения. При прерывистом подкреплении подкрепляющий стимул используется периодически. Если подкрепление отсутствует, может произойти угасание, то есть прекращение реакции. Такой пример, чтобы было понятнее. Например, идет урок, учитель объясняет тему. А такой мальчишка, который, может быть, ему неинтересно, может быть, он просто хочет обратить на себя внимание, он что-то делает, то, что не нравится учителю. В общем, мешает вести урок. Что делает учитель? По идее, он не должен обращать на его поведение и просто продолжать тему. Но учитель, конечно же, человек живой и может обратить внимание. Этот ребенок может его раздражать. И он реагирует на его поведение, он может сделать замечание, может как-то с ним поговорить. И самое интересное, что вот это поведение учителя, оно стимулирует дальнейшее негативное поведение ребенка. А если учитель не будет реагировать, то произойдет угасание негативного поведения ребенка. Преподаватели не могут ждать, когда учащиеся случайно найдут правильное поведение, чтобы подкрепить его. Но они могут создать стимул, поощряющий соответствующее поведение, которое затем может быть подкреплено. Этот стимул называется антицидентом. И в книге, если вы следите, также идет такая раскладочка «Схема», где используется подсказка, сигнал, реакция и подкрепляющий стимул. Что такое подсказка? Это информация, помогающая учащемуся правильно отреагировать на сигналы. А сигнал – это знак, что поведение повлечет за собой подкрепление или наказание. «Искренне признавая правильность поведения учащегося, учитель эффективно подкрепляет подобное поведение похвалой». Ну, если ребенок правильно себя ведет. С похвалой нужно быть осторожным, потому что учитель, мудрый учитель, он должен использовать похвалу для того, чтобы определить или поощрить правильное поведение. Или, например, хорошо сформулированный ответ, но ни в коем случае не как личность, потому что учитель часто хвалит того ребенка, который ему нравится. Создавая свою теорию, Скиннер увидел, что публичное образование неорганизовано и неэффективно. Целью обучения для Скиннера была компетентность учащегося. Обучение должно служить формированию навыка или компетентности. Этот процесс следовало разбить на небольшие последовательные шаги. Шаг за шагом, планируя процесс обучения, учитель ведет студентов к достижению цели. Каждый шаг или кадр представляет собой небольшое количество материала и некоторого рода подсказку. Последовательность кадров шагов, ведущих к достижению данного рода компетентности, называется программой. И мы подошли к разделу «Программированное обучение». Программы делятся на два основных типа. Это линейная, когда каждый учащийся движется шаг за шагом от начала до конца, как было уже сказано. И разветвленная программа, разработанная краудером. Основная проблема линейных программ – это недостаток гибкости. Учащиеся, которые учатся медленно, получают мало помощи. А те, кто учится быстро, они просто будут скучать на этом уроке. Разветвленные программы могут быть приспособлены к потребностям и способностям отдельных личностей. И как раз вот, ну, разветвленные программы, они как бы компенсируют недостатки линейных программ. Можно ли применять оперантное обучение для христианского образования? Ислер и Хебермас, как я поняла, это христианские критики, ясно определяют отношение евангельских христиан к этому учению. Бихевиористская теория обучения – это теория, объясняющая, как мы себя ведем и почему. Бихевиоризм – это механистический, детерминистский и метафизический взгляд на конечные причины человеческого поведения. Как христиане мы можем использовать эти принципы в первых двух качествах, которые я зачитала, но должны отвергнуть последнее. Скинер считал, что люди ограничены своей средой обитания. Как крысы ящиком для опытов. Именно это Ислер и Хебермас понимают под механистическим. Окружающая среда управляет поведением, но не идеалами, не чувствами, не волей, не глубинными идеями. Тот, кто управляет окружающей средой, управляет людьми. Несомненно, Иисус подчеркивает, что сердце, то есть ум, эмоции, воли, являются источниками хорошего и плохого поведения. Мы не просто беспомощно реагируем на стимулы окружающей среды. Иисус призывал нас преодолевать мир. Следуя его примеру, Павел предупреждает нас, не будь побежден злом, но побеждая злодобром. Римлянам 12.21. Павел верил, что мы сильнее окружающей среды. Бехевиоризм привлекателен из-за своей простоты, что является преимуществом в научном обществе, для которого простота – добродетель. Принципы этой теории сравнительно просты в обращении. Исследования показали их эффективность, но даже светские теоретики не являются единодушными приверженцами бехевиоризма. И мы подошли к предложениям по использованию принципов обусловленности. Эти предложения находятся на странице 179 и 180. Я считаю, что за неимением времени я их читать сама не буду, но как бы вам, вы можете прочитать сами. И я считаю, что вот эти принципы, они приемлемы для преподавания. И хотелось бы обратить внимание на ключевые моменты традиционного бехевиоризма, где учащаяся – это машина. В центре внимания – окружающая среда. Соотношение целого и частей в обучении – это целое равно сумме частей. Обучение происходит механически, область обучения ниже познавательной. Цель обучения – поведение. Обучение закрепляется за счет повторения, обучение направляется за счет подкрепления, мотивация основана на влечениях. Отклик преподавателя должен быть немедленным сразу после выполнения задания. Лучшее расписание – это простая последовательность. Теория практики – программированное обучение. В недавнее время бехевиористы обнаружили, что оперантное обусловливание слишком ограниченно объясняет обучение. Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com и интересно. Продолжение следует... Продолжение следует...